Три секунды до эфира, две секунды до эфира. В эфире. Сейчас мы находимся в самом центре событий. Вы смотрите прямое включение. На самом деле, конечно же, сейчас мы не на прямой связи со студией, но если говорить вкратце, примерно в таком вот режиме прошел мой 2012. Нам удалось первым протестировать прямые включения в выпуске новостей. У нас есть замечательный рюкзак, с помощью которого можно выходить в прямой эфир из любой точки Амурской области, и не только области. Поначалу в качестве информационных поводов мы использовали любую мелочь. Нужно было тестировать новое оборудование. Помню, тогда мы отправились на улицу Благовещенская и проверили, как коммунальщики справляются с последствиями сильных ливней. И надо сказать, ради такого случая пришлось даже идти на жертвы. Сейчас мы находимся возле ОКЦ. Проехать или пройти даже здесь вчера было практически невозможно, а вот проплыть в самый раз вполне даже реально. Сейчас всю воду, как мы видим, коммунальщики уже откачали. Такой возможности почувствовать себя капитаном корабля у автомобилистов уже нет. Остались вот лишь небольшие лужи, кстати, в которые мы только что попали и сами. Повезло, в лужу мы не сели и в прямом и переносном смысле. Потом были другие прямые включения, прямые эфиры с мероприятия Амурской осени и, конечно же, выборов губернатора. Несколько минут назад были озвучены предварительные итоги голосования. И так обработано около 6% бюллетеней по области на данный момент. А в этих коридорах власти мы с оператором провели всю ночь с 14 на 15 октября. Следили за подсчетом голосов и реакцией самих кандидатов. Практически ночное дежурство. Кстати, то, что наснимали ночью буквально через пару часов, вышло в эфир утренних новостей. Не менее оперативно нам пришлось работать и в Москве. Мы побывали на встрече Владимира Путина с его доверенными лицами. С помощью интернета в ближайшем выпуске новостей зрители Амурской области смогли увидеть и этот репортаж. 2012-й был для меня очень насыщенным и не только политикой. Мы вели собственное расследование из села Садово, где жители жаловались на местных бандитов. В селе произошла череда преступлений, как оказалось потом, совершенно друг с другом не связанных. Село Садово снова попало в криминальные сводки. На днях на этой улице произошла драка. Неизвестные напали на молодого человека. Материалов о Садовом было очень много. Коллеги даже шутили, что пора бы мне туда уже и жить, перебраться. На самом деле, 2012-й действительно изменил мое ПМЖ. Если говорить о личных достижениях, то совсем скоро меня ждет новоселье. А впереди 2013-й, не менее насыщенный и, надеюсь, успешный. Яна Лисовая, Роман Юдаков, Константин Волков. Новости дня. Информационное агентство. Порт-Амур. Автор Садово. Новости дня. Продолжение следует...